Вот он, главный на сегодня московский затор. У входа в конгресс-зал Международного бизнес-центра. Со всех регионов страны приехали политически подкованные журналисты. Заслушать итоги единого дня голосования. По горячим следам выборного марафона решили пройтись руководители политических партий, политологи. Чтобы громогласно заявить о ходах, которые использовали в рамках политической кампании и задать маршрут движения в Государственную Думу. Выборы туда пройдут уже в 2016 году. Избрание глав регионов депутатов внутри муниципальных образований показали. Конфликты за границей сплотили российскую политическую элиту. Украинские волнения оттенели выборы. Да и сама оппозиция умерила пыл на фоне санкций и крымских волнений. Конфликт между Россией и Западом. И на его фоне внутренние противоречия пусть остаются, но существенно меркнут. Нет накала, нет надрыва. Мы рассматриваем себя как одна страна. Протестный фон существенно ослаб. Как в школе троечники. Слушайте, мы на медаль идем, мы занимаемся, мы репетиторов наняли. Мы бросили все ресурсы. Нет, вы троечники. Ну что такое? У меня так было в школе. Я хорошо учусь, рядом сидит дурак. Контрольная работа. Мне тройка, ему тройка. Говорит, его мама носит конфеты учительницы. Сейчас кому я конфеты должен носить, чтобы партию не нагибали, не опускали? Кому? Скажите, я понесу тонну. Машет кулаками уже после выборных баталий. Обижается в новом субъекте России, в Крыму. Взял серебро выборной гонки. Я единственный, никуда не могу поехать сейчас. Уголовные дела, в розыске. За что? За защиту Крыма. 25 лет защищаем Крым, и мы на втором месте. Недоволен. Хотя партия и заняла второе место. А вот КПРФ и «Справедливая Россия» серьезно отстали. Лидер эсеров винит выбранную дату проведения единого дня голосования. Когда выступали, ну практически уже на тот момент избранные губернаторы, где-то выступали председатели областных, либо республиканских избирателей комиссий, и просто улыбку вызывали такие, например, оценки низкой явки. Один говорит, да вы знаете, дождь, поэтому люди остались дома. Второй говорит, вы знаете, солнце, поэтому все люди уехали на дачу. И никто не сказал правду. Низкая явка обусловлена только одним фактором. Это дата выборов. Депутат от «Единой России» парирует. Логика выборного дня обусловлена бюджетной тактикой. После избрания либо высшего должностного лица, либо депутатов идет формирование над бюджетом региона. И важно, чтобы люди, которые вновь избранные, сразу же могли реально заниматься формированием бюджета, по которому будут жить в следующий год избиратели. Не устраивает лидеров оппозиции большое количество партий. Участие в выборах принимало 56 политических объединений. Такая демократия, говорят, портит статистику оппозиции. Я не согласен, что страну спасет куча партий. Их нарезали почти 70. На нашем фланге, кроме нас, срочно организовали еще три партии. Допустим, партия называется КПСС. Привлекательное название. Но я возглавляю господин Богданов. Взывал себя сторонником расширения НАТО. Присвоив эту вывеску, пытались оттянуть хоть какие-то голоса. Добрый день, коллеги. Он остался за кулисами политических баталий. Лидер единороссов не разделяет скепсис коллег-оппозиционеров. Заработали все демократические гарантии, которые установлены в российской конституции. Это подлинная многопартийность в избирательном процессе. 69 партий имели возможность принять участие в прошедших выборах. Я слышу часто жалобы на то, что неудобно проводить агитационный период летом. Сам ход выборов доказывает, что это не так. Явка высокая. Советует оппозиции создавать партийные коалиции. Рекламировать себя в регионах не только перед голосованием губернаторские выборы, лишь камертон. А вот какие отголоски он даст на парламентских выборах, зависит от настроя лидера фракций. Мария Смирнова, Олег Бирюков из Москвы для ТВ-центра Саратов.